Нужно учиться самому, чтобы позволить себе учить других. Это, пожалуй, главная идея педагога. Учитель должен быть всегда готов встретить любые преобразования и требования времени. Передовое учительство – это не то, о чем сегодня можно только мечтать. Они и есть. В АХЕ по крайней мере 46 таких учителей. В минувшем году они приняли участие в профессиональных конкурсах различного уровня. Это люди, которые готовы впитывать и распространять лучшие педагогические идеи, обобщать опыт работы коллег и брать лучшее для своих учеников. Елена Щелканова – инструктор по плаванию детского сада «Снегурочка». Вернусь со всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда», где заняла высокое второе место. Напомню, она вошла в тройку лучших в России. На этом конкурсе я выставляла свою программу по акваэробике. Моя работа называлась «Акваэробика как сопутствующая форма развития плавательных умений детей дошкольного возраста». Очень хорошо была защитна теория и практику показала. Боролась до последнего, старалась очень. Было очень тяжело, было немножко, конечно, страшновато, но очень интересно. Сам опыт, то, что мы увидели, 19 человек, ступени были разные. Дошкольное образование, учителя физической культуры, тренеры-преподаватели, были именно внеучебные формы, то есть кто занимался. И тот опыт, который мы увидели, конкурс проходил с 15 по 20 число. Мы слышали и видели всю теорию и также присутствовали на практике. Среди больших успехов ахинских учителей победа коллектива 4-й школы в конкурсе на лучшее опорное учреждение по направлению инновационной деятельности. Своего рода пилотная апробация стала весьма полезной. Мы решили открыть свои двери для педагогов города и района, показать, познакомиться с трудом наших педагогов и с нашими учащимися. И мы в октябре 2013 года провели день открытых дверей. Ну и вот с этого, наверное, все началось. Началась наша работа как опорного учреждения. И начали работу с педагогами, которые организуют обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. В нашем штате 4 дефектолога, логопед, педагог-психолог. То есть есть кому обучать, есть люди специально подготовленные. И вот поэтому организовалась такая работа на бате нашей школы. Количество педагогов по всей нашей школе как-то все росло и росло. И вот в итоге мы вышли на то, что решили, что мы можем поучаствовать в конкурсе. 250 тысяч рублей. Такой стала премия победителю. Школа направила деньги на развитие учреждения. У педагогов, которые не просто учат, а занимаются развитием и воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья, труд, пожалуй, самый сложный. Но в одинаковой степени почетные и благодарные, когда они видят результаты своей работы, выпуская социально адаптированных ребят из стен учреждения. Сегодня в школе и материальная база на высшем уровне, а это важно. В родных пенатах дети могут заниматься спортом, музыкой, в общем, с удовольствием, а главное, с пользой проводить время. Школа давно сотрудничает с обществом Роснефцеха Лимоннефтегаз. В рамках благотворительной помощи нефтяники установили здесь спортивные тренажеры. И даже такие, необычные, для совсем маленьких деток. Но вернемся к конкурсам. Наши ахинские педагоги приняли участие в 15-ти, в том числе и в федеральных. Привезли множество призовых дипломов, но главное – передовые идеи. Работа учителя сложна и многогранна, требует эрудиции, высокой культуры, огромного багажа знаний, любви к детям и к своей профессии. Чем отличается ахинское учительство? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова